МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационно-аналитическую программу. Время говорить. Итоги недели. Главная тема сегодня. Памятники не за май. Губернатор высказался против сноса старинных домов, представляющих историческую и культурную ценность. Извольте заплатить. Рязанка выиграла суд у местных властей. Кто строил торговый центр вместо спорткомплекса? Конищевский строительный узел наконец-то развязан. А начнем с пролонгированного ЕГЭ-шного скандала. Того самого, который наверняка погубит или приостановит карьеру ни одного чиновника. Уже никого не удивляет то, что контрольно-измерительные материалы и билеты заранее появляются в сети. Причем не за несколько часов до экзамена, а за пару дней. Махинации и жульничество с ЕГЭ таково, что всерьез звучат предложения заняться этим делом в службе госбезопасности. Дело в том, что антикоррупционная идея, которая была изначально заложена в саму сущность ЕГЭ в России, превратилась в чудочную коррупционную составляющую. Вот, к примеру, один из сайтов, предоставляющий школьникам ЕГЭшную услугу. За день до экзамена на сайте публикуются варианты. Нужно выбрать предмет, который вас интересует, например, общество знаний 10 июня. Дальше выбрать округ, например, центр. И для любого пользователя интернет открываются папки, в которых содержатся все возможные для этого региона варианты. Источники утверждают варианты кимов по русскому языку, которые публиковались на сайте, оказались настоящими. Ученикам попалось именно то, что они увидели в сети. И еще. В своем докладе руководитель дирекции по инновациям аналитического центра при правительстве России Юрий Амосов прямо заявил, что утечки материалов ЕГЭ происходят на всех уровнях. От федерального до местного. А самое интересное, что все может пойти по известному сценарию. Скандалы возмущения народа постепенно уляжутся. И списавшие работы бездари и начинающие юные мошенники займут бюджетные места в вузах, а власти спустят дело на тормозах. А вот так спокойнее. А совесть – дело разменное. На этой неделе прошло заседание регионального правительства, на котором губернатор сделал заявление по поводу резонансных рязанских проблем. Так, например, он прокомментировал ситуацию с памятниками архитектуры в Рязани. Напомним, историки, краеведы, активисты и общественники подняли волну благородного гнева в связи с более чем спорным решением муниципальных властей включить в списки предназначенных к сносу рязанских зданий те самые многострадальные архитектурные памятники истории. Если мы даже переселяем из памятника людей в нормальное жилье, то это не значит, что мы его должны сносить. Дома-памятники приговорили под вывеской общероссийской кампании по переселению людей из ветхого фонда. Эта программа – дело-то, разумеется, хорошее, только вот к нему решили приспособиться ретивые застройщики. Сломать старинные, нагородить свои торговые центры, пробить элитное многоэтажное строительство в центре города, заманчиво, что тут скажешь. Поэтому, наверное, и подстриженный проект охранных зон чиновники не постеснялись вынести на градостроительный совет. Также глава региона сделал заявление по поводу отвратительного химического запаха, который в последнее время стал преследовать весь город. Мне, как и всем горожанам, не нравится такая позиция. В этой ситуации я полностью поддерживаю жителей города. Каким бы крупным ни было предприятие, сколько бы на налогов в городскую казну, областную казну не платило, вопросы экологической безопасности, они впереди всего этого должны стоять. Они стоят на первом месте. И защита окружающей среды обеспечивается, должна обеспечиваться в первую очередь. Я прошу федеральные экологические службы, региональные экологические службы обратить самое пристальное внимание на соблюдение РНПК, экологических норм по выбросам и жестко реагировать на нарушения. На этой неделе свое мнение по поводу рязанской душегубки и нерасторопности экослужб высказали эксперты. Здравствуйте, Галина Олеговна. В последнее время жители Рязани в разных районах города стали ощущать неприятные запахи. Откуда, по вашему мнению, они появляются? Ну, я думаю, то, что люди улавливают запах, конечно, это выброс из предприятий промышленных. Потому что некоторые запахи или вещества, мы просто их не улавливаем. Значит, ну, я могу предположить, и раз люди звонят, то, безусловно, идет превышение санитарно-гигиенических нормативов. Поэтому это вот такое неприятное, особенно когда запахи, это, безусловно, людей очень настораживает. А что делать простым горожанам, когда они почувствовали неприятные запахи? Вроде у нас есть передвижные лаборатории, они должны на это реагировать. Но, к сожалению, когда граждане обращаются в ГОЧС, вот прям мне на днях знакомый сказал, что я обратилась, а там ей отвечает дежурный, что вы обратились одна, и мы по одному, значит, запросу или как бы вот жалобе не выезжаем. Но я думаю, что она была не одна, ответить можно как бы все что угодно. Я хочу сказать, что у нас вот, понимаете, получается, что служб много, которые должны контролировать и обеспечивать качественную окружающую среду гражданам, а результата нет. А какая ситуация сложилась сейчас в сфере контроля за состоянием атмосферного воздуха в Рязани? Когда жители обращались вот к нам, я постаралась как бы тоже включиться, так замеры проводятся, даже не пишут, когда были проведены замеры. И если мне ответили, что там все хорошо, то ясно, замеры были проведены именно в то время, когда действительно там было все хорошо. Продолжаем программу. Рязанские полицейские на днях дали пресс-конференцию по безопасности отдыха детей этим летом. Особое внимание правоохранителей направлено на профилактику в местах детского отдыха. Что греха таить? Эти самые места отдыха детского, они же места выезд на природу людей взрослых. А из-за ветхого заборчика лагеря опьяневших и освеневших отдыхающих видно как на ладони. Полицейские обещали причину, способствующую совершению правонарушения иных преступлений устранять. Как уж это получится, скоро будет ясно. Также немало беспокойства доставляет воспитателям, например, незапланированные визиты местных или приезжих подростков, которые настойчиво желают познакомиться поближе с отдыхающими и показать себя во всей хулиганской красе. По данным полиции, к началу этого лета в регионе удалось стабилизировать оперативную обстановку по линии подростковой преступности. На, так сказать, летних правоохранительных работах планируется задействовать свыше 350 сотрудников полиции. Это участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних, патрульные, инспекторы ДПС, оперативники УГРО и другие специалисты. К слову, не секрет, что заброшенные детские лагеря облюбовали как место жительства гастарбайтеры нелегала, да и строек в Солочинских и других наших курортных краях, увы, немало, а работают на них все те же граждане с юга. Проверки документов показывают, все в порядке с бумагами, как правило, только у каждого пятого. И к сведению, второй случай стрельбы по детям зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Как передает агентство Life News, во дворе дома по Большой Подьяческой улице в центре города, пьяный гражданин Узбекистана стрелял из пневматического пистолета по двум мальчикам, которые, по его мнению, слишком шумно вели себя на детской площадке. Полицейские задержали стрелка, неработающего 30-летнего гражданина Узбекистана, иноземный безработный был безбожно пьян. Вот размышляя теперь родителям детей, откуда у нас взялся безработный, пьяный и агрессивный иностранец? И насколько нашей России матушке нужны такие деятели? И почему его и ему подобных ранее не задержали и не выкинули за пределы страны доблестные полицейские? Такое положение дела как раз и провоцирует, в первую очередь, нетерпимость по национальному признаку. А добавьте еще продажность чиновников, нежелание бюрократов как следует работать и прочие прижившиеся в нашей действительности отвратительные явления. Что там говорить про приезжих, когда своих хамов и хулиганов у нас хоть в бочках соли? Увы, такова сейчас норма жизни. Жители двух домов на вокзальной утром понедельник попали в пробку в собственном дворе. А дело было так. Вот этот грузовик встал на проезжей части по причине того, что белый «Шевроле» преградил его путь к строительной площадке. Машина большая, и разъехаться с припаркованной легковушкой было чревато большими потерями. С другой же стороны двора поперек дороги вальяжно расположился монтажный кран. Одному из жильцов дома срочно потребовался кондиционер. Вот кран, как говорится, и держал вверх во дворе. Старший монтажник своей вины в том, что люди не могут уехать с собственного двора, не усмотрел. Посему виртуозные матерные оскорбления сыпались на несчастных водителей с третьего этажа могучего крана. В конце концов, спустя 40 минут, подвинуться ради местных жителей решил именно КАМАЗ. Водители, вздохнув с облегчением, но опоздав на работу по полной программе, покинули двор. Вот так и живем. В этот понедельник в Рязанском радиоуниверситете прошла защита дипломных работ первых специалистов по связям с общественностью. Во многом эти новые центурионы, пиара, коллеги, журналистов. Наша будущая информационная надежда и опора, а потому первый выпуск не остался без внимания прессы. Преподаватели кафедры политологии и социальных наук Рязанского радиоуниверситета называют первый выпуск специалистов по связям с общественностью знаковым не только для своего учебного заведения, но и для города в целом. Профессия пиар-менеджера становится востребованной на современном рынке труда. В западных странах практически в каждой организации есть штатный сотрудник для общения с прессой и работы с посетителями. В России же руководители предприятий еще не вполне осознали нужность труда специалистов по работе над имиджем организации. С одной стороны, у нас рынок пиар-специалистов достаточно еще не развит. Отсюда специалисты требуются. Но, правда, возникает в том, что так как он не развит, во многом многие руководители предприятий до конца еще не осознали важность человека, который бы этим занимался. Поэтому многие наших руководители предприятий, они, во-первых, не могут понять, чем специфика пиара, они считают, что это, во-первых, очень легкая деятельность, они сами могут все там надо делать и так далее. Были очень интересные лекции, интересные семинары, было очень много практики, интересные места подбирались для прохождения производственной практики. В принципе, за эти пять лет мы получили хорошие теоретические навыки и хорошие практические. Преподаватели кафедры говорят, что дипломные работы студентов выполнены на высоком уровне. Новая профессия приживается в Рязани. И уже в этом году на кафедре политология и социальных наук вновь формируют группы на специальность по связям с общественностью и управлению персоналом. В Канечеве полицейские пресекли продажу просроченных продуктов. Об этом в четверг сообщил сайт областного УВД. С подробностями Оксана Тебенихина. Рязанские полицмены обнаружили нарушения, связанные с продажей просроченной продукции в одном из магазинов Канищева. Факт нарушения был выявлен благодаря сообщению, поступившему от местных жителей. Так что народная бдительность приносит свои плоды. Полицейские обнаружили на мясных лавках свежие продукты в перемешку с уже просроченными. По факту нарушения был составлен протокол об административном правонарушении. Не свежие продукты были изъяты из продажи, а злоумышленникам или нерадивым торговцам за их реализацию грозит штраф. По сути, подобные контрольные закупки должны проводиться регулярно по всему городу и не только полицейскими. Тем не менее, тухлой рыбой пахнет не только в Канищево, но и в больших гипермаркетах. И в таких мы каждый день покупаем еду себе и своим детям. Дурят нашего брата не только в сомнительных магазинах и прочих точках. Вкручивать одно вместо другого под видом заботы о людях – обычная лицемерная практика для деятелей, облеченных даже малой властью на местном уровне. Нередко для того, чтобы навести порядок, приходится вмешиваться государственникам. Да и как по-другому, если, например, президенту Путину приходится лично, как говорится, впрягаться в разрешение многих конфликтных и скандально-криминальных ситуаций, как это было, например, в Крымске. В Рязани на днях таким же образом получило разрешение ситуации со строительством в Канищеве здания спортивного центра. Как-то уж очень скоро проект стал напоминать другой центр – торговый. Заболновалась общественность, появились публикации, тут же последовала реакция правительства. В этом феврале губернатор Олег Ковалев сообщил, что по делу назначено служебное расследование. Сейчас дело доведено до логического завершения, рассказывает Глеб Галушкин. В микрорайоне Канищево на улице Интернациональной через полтора года должен появиться современный спорткомплекс. Проектом предусмотрен универсальный зал для занятия игровыми видами спорта, тренажерный зал, а также плавательный бассейн на шесть дорожек. На стройплощадке побывал и губернатор Олег Ковалев. Самый главный принципиальный подход должен быть в том, что если мы сказали, что мы здесь будем строить спортивный объект, надо строить спортивный объект. Вот этого мы хотим добиться, и хотим добиться не путем силовым каким-то, уничтожая инвесторов, а добиться путем договоренностей и взаимных обязательств, хороших, нормальных взаимных обязательств. Напомним, что история возведения данного спорткомплекса связана со скандалом. Совсем рядом с будущим бассейном на улице Интернациональной располагается вот это здание. Причем изначально именно эта стекляшка должна была, по ранее утвержденному с городскими властями проекту, стать современным спортивным комплексом. Однако, как только данное здание приобрело свои нынешние очертания, люди заподозрили неладное. Внешний вид спорткомплекса уж больно сильно смахивал на торговый центр, да и на фасаде появился здоровенный баннер с предложением приобретать помещение. Получается, что владельцы даже и не скрывали своих намерений. Все-таки офисные помещения приносят большую прибыль, нежели детский спорт. Общественность возмутилась, областные власти заявили о том, что сами займутся распутыванием Канищевского спортивного узла. Как нам известно, строился комплекс по правильным документам, но изначально застройщик и не планировал здесь никаких особых спортивных объектов. Этот объект, вот по разрешению на строительство, которое должно завершиться 23 августа 2013 года, по нему четко написано, что это объект строительства, спортивный комплекс с плавательным бассейном, площадью 39 тысяч квадратных кубометров, общее здание. Дальше, второй документ, это описание этого проекта, который точно должен соответствовать каждому цифре, для этого он должен быть сдан. Это тип бассейна, закрытый с чашами 25 на 5 на 1,5 метра, температура бассейна указана, указано, на каком этаже находятся секции, на какой медицинской комнате, где комната персонала, где авенткамеры, где стоянки, вот полный объект перечислен, все. То есть, в соответствии с этим требованиями, объект может быть сдан в эксплуатацию, только если он будет им соответствовать. В никаком другом случае объект сдан не может быть. Также, по непроверенным данным, вела строительство фирма, которой руководит один из местных депутатов. По крайней мере, это объяснило бы беспардонность, с которой шла стройка. Избранник народа, что хочу, то и врачу. Только вот на народный интерес наплевать. Теперь в конече все же появится современный детско-юношеский спорткомплекс. Единственное опасение, не превратится ли он со временем в замороженную стройку. Поэтому на особый губернаторский контроль местные жители очень и очень надеются. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Телекомпания Город». Время говорить итоги недели. Далее в нашем эфире. Объединенный народный фронт получил заряд эмоций в название и безоговорочного лидера. Кто за нас в ответе? Рязанка выиграла суд у местных властей. Лидер доверия. Завершился конкурс, который проводила Рязанская ассоциация защиты прав потребителей «Человек». Рязанская ассоциация защиты прав потребителей «Человек». Продолжаем программу. 12 июня в День России в Москве завершился учредительный съезд Объединенного народного фронта, который теперь называется «Народный фронт за Россию». Его лидером был избран Владимир Путин. Нашу область представляли депутат Госдумы Андрей Красов, доверенное лицо президента России Анастасии Дудко, руководитель регионального комитета профсоюза работников образования и науки Елена Митина. В работе съезда также принял участие и рязанский губернатор Олег Ковалев. Вот их некоторые впечатления от глобальной фронтовой встречи. Чтобы сверять правильность направлений, выбранных губернатором и правительством Рязанской области, для того, чтобы получать, может, некие критические замечания, получать предложения по развитию тех или иных направлений нашей деятельности, безусловно, для меня это важнейшая структура, которая будет давать возможность диалога с обществом через эту структуру. Здесь как раз и консолидация сил общественных организаций, где можно как раз решить конкретные вопросы, то есть задать конкретные вопросы, найти пути его решения. В манифесте вот именно социальный блок, то, что волнует наши граждане, как раз вошел. Это примерно те же проблемы, что и складываются в других регионах нашей страны. Собственно, боевое название «Народный фронт за Россию» будет новых фронтовиков ко многому обязывать. Во-первых, звучит агрессивно, а стало быть, народ будет ждать активных действий. Во-вторых, за Россию. Это значит, интересы страны будут при любом рассмотрении проблем абсолютным приоритетом. А значит, придется прямо говорить о нашествии гастарбайтеров и нелегалов, которому потворствуют чиновники и крупный капитал. Придется прямо говорить и требовать принятия мер в связи с грандиозными коррупционными скандалами, последний из которых – провал ЕГЭ. Придется заявить о существовании в России этнической преступности и конкретно с ней разбираться. Да много чего. Важно понять, что главный инструмент дискредитации власти – это какое-то принципиальное бездействие самих властей, в том числе на местном уровне. Например, кажется, уже с десяток репортажей снят рязанскими тележурналистами про опасный переход через речушку в районе гипермаркета метро. Вот, вещали коллеги, упадет, кто тогда муниципальным начальником достанется. Оказывается, дело-то уже было. Аж в ноябре 2011-го. И падение, и травма, и суд был, и решение, и попытка его оспорить. Обо всем по порядку, рассказывает Оксана Тебенихина. В ноябре 2011-го года в Рязани произошел инцидент, тяжбы по которому длятся и по сегодняшний день. К сожалению, не всегда объекты благоустройства в городе Рязани отвечают требованиям качества и безопасности. В одном из случаев женщина при падении с моста получила тяжелейшую травму, и ей была предпринята попытка получить какие-то денежные компенсации в досудебном порядке с администрацией города Рязани, но ей отказали. Женщина обратилась с исковым заявлением в Московский районный суд с претензией к администрации города. Закон оказался на стороне пострадавшей, только вот представителю администрации города этого оказалось недостаточно. Дело перенаправили в областной суд, где решение было оставлено без изменений. У нас много поступает жалоб с момента открытия торгового центра Ошан от пешеходов, от потенциальных покупателей, которые испытывают неудобство от того, что пешеходного перехода нет. Они боятся упасть, они ходят по проезжей части. У нас не выделена ни полоса для пешеходов, нет знака, что это пешеходная зона, нет ни ограждения, чтобы каким-то образом обезопасить людей, каких-то бортиков различных необходимых в данной ситуации и знаков в ночное время, чтобы освещало эту зону. Конечно, по мнению представителей власти, исковые требования пострадавшей никакой почвы под собой не имеют. Да и администрация ответственности за этот случай нести не должна. Так за что же вы, господа чиновники, вообще несете ответственность, как не за нас, рязанцев. Странная позиция. В этот четверг в Рязани подвели итоги очередного конкурса «Лидер доверия», который вот уже долгое время проводит Региональная ассоциация защиты прав потребителей «Человек». В этом году диплом конкурса получила и наша телекомпания. С подробностями Глеб Галушкин. Конкурс «Лидер доверия», который проводится Рязанской единой городской ассоциацией защиты прав потребителей «Человек», стал доброй традицией для предпринимательского сообщества. Уже почти 15 лет независимые эксперты и простые потребители выбирают предприятия и фирмы, отвечающие высоким требованиям доверия граждан. Общественное мнение, которое поддерживают сами покупатели, которые говорят, здесь я покупаю, здесь нет, то есть они голосуют кошельком, оно и определяет, собственно, критерии того лидерства, которое вы сегодня увидите. То есть вы проводили опрос и вы являли в разных группах воспринимателей, лидеров? Да, совершенно верно. Здесь нам помогали студенты нескольких рязанских вузов, которые специализируются в том числе в сфере экономики, рекламы, товароведения. То есть это не просто звонок бабушке, тете Дусе, вы как относитесь к фирме там рога и копыта? Она говорит, я такую не знаю. То есть здесь люди, которые в будущем, и они обучаются, и в будущем они должны были влиться в ряды предпринимательского сообщества, изучали мнение людей относительно того, хорошо или плохо оказываются услуги или продаются товары. В нынешнем году диплом конкурса «Лидер доверия-2013» впервые получил коллектив нашей телекомпании. Заслужить доверие потребителей, говорится, очень-очень сложно. Многие начинают давно, прошли и 90-е годы, и всякие прочие. Удержаться было невероятно трудно. Я как телевизионщик, я в свое время вел на криминальном фронте, я знаю, трудно тогда. Вы вышли, не первый год, я это у вас вижу, все знакомые лица, это прекрасно, сочнись с копейки. Мы и в дальнейшем будем стараться подтверждать высокую планку профессионализма и объективности в своей журналистской работе. Идти в своих репортажах от людей, а не от власть имущих, этот принцип всегда был и остается основополагающим в работе журналистов телекомпании «Город». А вообще главный принцип успеха в любом деле, в любом начинании звучит так. Твори добро. Самый жизнеутверждающий посыл, что и говорить. Завершает программу видео с Ютьюба как раз на тему добра. И пусть оно, это добро, всегда присутствует в нашей жизни. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры подогнал «Симон»